здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева продолжаем тему кода 19 расшифровки техник и интересных событий которые сейчас происходят в мире просто все бурлит так что не так все просто у ребят в давосе власти заявили об атаке на госуслугах после сообщения о боте антиваксеры это было спустя неделю после аферты мадам арбидом а именно 11 ноября 21 года 11 11 власти сообщили мин цифры заявили что в течение двух дней портал подвергался наиболее мощной атаке в истории татарстан 24 а именно там проходили опыты международной мафии именно там ранее сообщал что чат-бот макс отвечал пытавшимся получить qr-коды пользователям что коронавируса не существует что касается qr-кодов они являются частью планов мирового правительства по сегредации населения и усилению тотального цифрового контроля в результате чего хуже будет в том числе и вам гласило сообщение который публиковал взломанный бот а сбой в работе единого портала государственных услуг стало известно днем 11 ноября аркан таро 11 сила старший аркан карт таро сила могущество удвоенное значение 11 11 поэтому они любят эти числа и так удар то им был нанесен 11 11 это был намек участие пользователей не работали мобильные приложения и сайты позднее минцифры сообщили что 10 ноября на инфраструктуру портала совершили рекордную по мощности атаку сообщение об этой атаке появилось телеграм-канале ведомства одновременно сообщением о том что работу портала восстановили после кратковременного сбоя который произошел 11 ноября предыдущий сбой в работе госуслуг был зафиксирован 8 ноября при попытке зайти на сайт пользователям выдавалось уведомление о внутренней ошибке так что 11 11 вполне себе нормальные цифры которые стали работать вдруг против их да была еще семейная пара активных обвинителей которые на центральных каналах в резкой форме про антиваксеров эх как придумали ярлык то это маргарита симонян и ее муж это маргарита но не та у которой мастер а та у которой муж сын известного и талантливого режиссера который создал великолепный детский советский боевик неуловимые мстители вот какая ирония судьбы неуловимый мститель макс бот а вот у сыночка как-то не заладилось природа отдохнула что называется ничего значимого за свою жизнь цену я саян не сделал и кроме как выкрикивать эту про антиваксеров как всех вот всех просто вот ненавидят всех перерезать всем кровь пустить прям вот так вот много много их отличилось наговорили в эфире с трибун о том как они любят народ всю эту компашку дрессировали в одной шарашке психотехники пробей дно выйди из зоны комфорта и опозорься на всю россию матушку а чё в 90 и за 100 долларов в ресторане такие же могли свечку голым пардон задом погасить были такие развлечения у новых русских а здесь полить грязью эфиры обозваться а кто так обзывается тот сам так называется как известно а народ загудел загудел мы не бараны барана не мы да как вы смеете нас так называть совсем совесть потеряли куда только президент смотрит полиция народ а почему вы это все на свой счет приняли психологи называют эти атаки с матом и руганью в эфир рефлексии и внутренним конфликтом это не ваша проблема народ зачем вам доказывать тем кто не способен на самостоятельное действие что-то они полностью зависим от своей зоны комфорта бедные несчастные медленные леонтьевые бабаяны маргариты тиграны васерманы и другие персонажи их всех держит за фаберже и выбор у них без выбора или пойти тявкнуть в эфире или их уберут из бассейна с дельфинами выбор невелик как говорится пять минут позора и ты в домике хороший мальчик девочка на тебе конфетку далее народ подстегнутый наглостью чиновника в городах где вели куриные оды объединился провозгласил свои права и о чудо народу кинули косточку мол ребята про транспорт ничего не будет тут мы отступим типа вы думаете что вы победили а мы вас с другого фланга атакуем да народ не расслабляемся это все было под конец 2021 года продолжаем аналитику итоги далее теперь о встрече швабра с путиным и о чудо путин и шваб встречались 27 ноября 2019 года тоже хорошие цифры 19 20 19 накануне запуска обнуления вида который начался как мы знаем с 2020 года с марта 2020 года когда нас всех посадили по домам помните и мы поверили но мы верили еще почему нет и что там было на встрече швабра с путином 27 ноября 2019 года цитата с того времени как вы в последний раз были на нашем форуме многое изменилось мы развиваемся и сегодня в швейцарии мы имеем статус международной организации наша цель как вы уже сказали способствовать укреплению сотрудничества между деловиками и государственными структурами мы убеждены что существенные вызовы с которыми мы сегодня сталкиваемся будь то проблемы климата и экология или проблемы экономического роста могут быть решены только путем сотрудничества причем на глобальном уровне но это все лирика это все дипломатия лирическая я хотел бы в том числе выразить свои позитивные эмоции это шваб говорит я провел два дня в москве и меня некоторые называют отцом четвертой промышленной революции я написал об этом книгу и хочу вам ее подарить вот тут внимание далее шваб говорит я также слышал в том числе от министра орешкина что в россии в этом плане удалось добиться существенных подвижек особенно в стремлении развивать искусственный интеллект мы задаемся вопросом о том как можно будет справиться с этими вызовами в том числе через глобальное сотрудничество мы считаем что особые проблемы возникнут при выстраивание сотрудничество на мировом уровне в сфере новых технологий и нам понадобятся новые глобальные стандарты новые этические нормы в том числе в сфере развития технологий искусственного интеллекта именно поэтому мы создали сеть центров которых мы анализируем технологии четвертой промышленной революции кстати обратите внимание на этот персонаж о котором упомянул шваб своей речи министр орешкин явный ставленник глобалистов судя по википедии молодой да ранний максим станиславович 2017 году блумберг со ссылкой на неназванных чиновников назвал орешкина новым фаворитом путина 2019 году сообщалось что орешкин выбыл из числа потенциальных претендентов на роль преемника президента 2024 году глобалисты его готовили вот на эту роль но он нехило устроился этот товарищ орешкин он видите председатель совета директоров футбольного клуба цска так что там все хорошо итак при первой встречи путина со шваброй 19 11 2019 в 19 15 опять-таки у нас имеем 19 а 15 это шестерка шестерка зеркалится и получается 1 9 9 это время совершенно случайный набор цифр соответственно 19 11 20 19 1 9 9 было сказано про запуск искусственного интеллекта и четвертую промышленную революцию была подарена книжица номер один а теперь ноябрь 2021 года прошло два года и наш клаус презентует миру вторую шедевру книжицу ковид-19 великая перезагрузка ага что-то подобное я уже слышала в 80-х перестройка гласность ускорения плюрализм триггеры из одной колоды давайте внимательно рассмотрим этого товарища колю швабра который нам совсем не товарищ нет но может он патриот эрефия вот смотрю и вижу старого человека вид его соответствует его возрасту это что он богатейший человек планеты и жена его из ротшильдов и связи у него которые позавидуют сам король и билл гейтс и в друзьях со всей фармкомпании и все 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 возможности а видок-то обыкновенный оденьте его фуфайку валенки шапку шанку трактор рядом не отличишь от обыкновенного сельского жителя но ведь так и вот этот швабр коля передает путину свою книжицу номер один масонские же числа 19 11 20 19 1 9 6 нет но любят они книжки писать и масонские числа не любят вот та же наина иосифовна написала книжицу про святые девяностые видимо то что она живет в доме максима горького так повлияло на нее дух максима горького сказать рука сама пишет у наины ельциной и так швабр передает книжку номер один да надо еще автограф дорогому любимому или партнера ну или как там еще фантазии не хватает вернее хватает но говорить не буду книжка называется четвертая промышленная революция почти четвертый рейх на картинке рука человека пальцем тянется к пальцу робота кстати уперли сюжет у микеланджело там рука адама тянется к богу отцу и по сюжету бог отец он же господь с небес чуть выше адама но вот по позиции выше а на картинке швабра на книжке робот тянет кисть с указательным пальцем снизу позиции снизу то есть положение оттуда откуда-то с преисподней нет ну ладно денег я пожалела я другие книжки присмотрела для вас а эту нашла в интернете и пролистала изучила ну что я вам скажу может швабра это агент кгб фсб но есть информация что папа его держал нацистский заводик на котором трудились подневольные рабочие за годы войны всего 3600 человек там же трудились в рабстве и русские с которыми обходились хуже чем с другими национальностями и тут нацистский сынок в россии так по хозяйски расположился со своей книжицы наш партнер и патриот россии я не сплю сын нациста в россии наш партнер потому что сейчас то что сейчас исполняет губернатор и то что сейчас орут в сми ну вот 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 этот вот этот год где-то особенно вот в конце 2021 года то о чем говорит мадам арбидо и так далее все как под копирку из этой книжки не без всяких фантазий просто один в один значит швабр привез инструкцию к применению а те кто против этой инструкции называют агентами иностранных разведок то есть простой народ который записывает свои видео обращения по отмене куриных кодов и других насильственных действий литки они значит in агенты а коли швабр он значит по этой логике родной и вообще свой парень дед мой метрофан николаевич отдавший свою молодую жизнь за ленинград на невском пятачке что скажешь далее первая книга дата издания 2016 год 4 промышленной революции клаус шваб тьери миллери это его теория без теории им смерти перефразирую сталина вторая книжка к вид 19 великая перезагрузка обоснование последующего плана который они насочиняли там в давосе до авосе авось прокатит называется клуб по интересам и алгоритм действий по выполнению такая пятилетка стахановское движение у них а теперь пристегнить ремни внимание читаю значит даты издания второй книжицы 2020 год вот например цитата по мере того как кризис коронавируса отступает и люди начинают возвращаться на работу корпоративный шаг будет направлен на усиление наблюдения лучшему ли худшему компании будут наблюдать иногда и записывать что делает их персонал тенденция может принимать самые разные формы от измерения температуры тела с помощью тепловизоров до мониторинга с помощью приложения того как сотрудники соблюдают социальное дистанцирование это неизбежно вызвать серьезные проблемы регулирования и конфиденциальности которые многие компании отвергнут утверждая что если они не увеличат цифровое наблюдение они не смогут возобновить работу и функционировать без риска новых заражений и в некоторых случаях несут ответственность они будут ссылаться на здоровье и безопасность как как на оправдание для усиления надзора посмотрите они все это предвидели они будут ссылаться на здоровье и безопасность как на оправдание для усиления надзора постоянные опасения выражаемые законодателями учеными профсоюзными деятелями заключается в том что инструменты надзора вероятно останутся на месте после кризиса и даже после того, как вакцина будет наконец найдена. То есть на этом этапе она еще не найдена. Просто потому, что работодателей нет никаких стимулов удалять систему надзора, когда она была установлена. Особенно если одно из косвенных преимуществ наблюдения проверка производительности сотрудников. А что мы сейчас в основном слышим от сотрудников, когда они требуют маски или когда они требуют QR-коды? Они нам шепчут, что они под камерами находятся. Вот он и есть этот контроль, о чем и говорит ШВАП. Все они это внедрили, и люди это исполняют. Еще раз прочтем и осмыслим, как вакцина будет наконец найдена. Просто потому, что у работодателей нет никаких стимулов удалять систему надзора, когда она была установлена. Особенно если одно из косвенных преимуществ наблюдения проверка производительности сотрудников. Все черным по-русски. Сначала угроза заражения. Для этого пока вакцина не найдена, устанавливаются системы контроля. А когда она будет найдена или не найдена, это не имеет никакого значения. То кто же захочет избавляться от системы надзора, если она уже установлена? Так рассуждает Швейцария в Давосе. Ну что, знакомо? И сейчас тем, кто противится такому надзору, их объявляют инагентами, работающими на Запад. Значит, Клаус Шваб работает на Россию. Не сплю ли я? В Багдаде все спокойно. Сон про не сон, а не сон про сон. Из интернета народ пишет. Короче, Шваб был человеком из элиты. В этом нет ничего странного. Но опять же не ясно, чем занимался его отец. Нет ни одного фото этого человека и деталей его биографии. Если он был связан с гитлеризмом, Клаус Шваб мог быть вторым поколением нацистов. Книжка номер один с теорией была подарена два года назад Путину. Мне показалось, что Шваб заглядывает ему в глаза и хочет, чтобы его похвалили. Ну похвали меня. Ну Путин, ну похвали. Ну я так хорошо написал. Ну похвали. Ну я так старался. Может показалось. Книжка номер два с инструкциями. Представлена на Давосском форуме. Переведена на русский язык. Она в России и у нашей элитки. «Настольная книга». Если мы пролистаем инструкцию, то это наша реальность. Как под копирку. Короче, ребята не шутят и взялись за нас всерьез. Колочь шмурдиком. Всем до посинения. И детям тоже. Несмотря на то, что первый бой мы отыграли. И массовыми гневными речами в интернете и в реале. Массово выходили. Молодцы таки. Пробили первый лед. И как бы отбили атаку, но не выиграли войну. Кто ведет сравнение? Это 1941-й, 1942-й. Это битва под Москвой. Поэтому атаки будут и будут мощные, хитрые, коварные, неожиданные. Будут отпускать клешни и сжимать. Еще немного встряхнул Казахстан из Свеженького. Там люди протестовали не только против цен, а прежде всего против поголовного насильственного шмурдика и куриных кодов. Делать-то что? Спросите вы. Ну, сейчас переходим к главному. Техники борьбы с насекомыми кровососущими. Это для людей, имеющих разум, которые мыслят и которые готовы использовать то, что находится в черепной коробке, серое вещество по назначению. Не просто сказать, что от нас ничего не зависит, а от вас очень многое чего зависит. И сила находится именно в вас, в каждом из вас, в каждом из нас. Я имею в виду. И вместе мы огромнейшая сила. Огромнейшие. Они этого боятся. Но поскольку видео получилось и так довольно длинным, давайте техники сделаем отдельным фильмом. Итак, в следующей части, это у нас уже получается четвертая часть Кода 19, я буду разбирать техники, и будет интересная исследовательская информация. Прошу вас, делитесь этими видео, подписывайтесь на все мои каналы. в соцсети. С вами была Галина Конышева. Всех вам благ. Мы победим.